Сейчас вы увидите видео беседа с Тиграном. Называется она «Два деревенских лекаря беседуют между собой». Меня называют лекарем, врачом, целителем и так далее. Должен сказать, что я таковыми не являюсь. То есть я не принимаю людей и не занимаюсь с ними. Так, чтобы это стало моей профессией. У меня несколько иное направление. И чтобы вам было ясно и понятно, вот эта беседа, которая сейчас будет. Мы два человека, а таких людей по России довольно-таки много, которые практически столкнулись с разного рода бедой. В частности, со здоровьем. Естественно, обращались к официальной медицине. Где-то получили помощь, где-то не получили помощь. И вот не удовлетворившись полученной помощью, можно было, знаете, просто-напросто сложить лапки и на этом влачить свое существование. Насколько оно там продолжится. Либо же можно было бороться с этим. И вот мы. Я и Тигран. Каждый из нас самостоятельно. И многие из вас, не получив того, что они хотели, начали самостоятельно этого добиваться. Для этого приобрели необходимые знания, необходимый опыт и кое-что у нас получилось. Вот именно этим мы и делимся с вами. Два деревенских лекаря. Кому интересно, смотрите. Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Сегодня мы в гостях у Тиграна. Он имеет намерение нам что-то такое сообщить. Доброе здоровье, Тигран. Добрый день, Геннадий Петрович. Уважаемый наш Геннадий Петрович. Добрый день, почитатели видеоканала Геннадия Малахова. Рад нашей встрече, как всегда. Беседы наши всегда были, скажем так, позитивными и продуктивными. Я очень благодарен тому дню, когда мы с вами встретились. Я объясню даже почему. Во-первых, есть чему у вас поучиться. Это во-первых. Во-вторых, через наши видео, вот эти съемки, я познакомился с людьми интересными. Вы представляете, это вам хорошо. Вы на первом канале встречали массу людей. Для вас это не вековинка. А для меня, вы знаете, когда люди выходят через это, я могу быть им полезным, но удивительные люди. Хотя бы для примера, я просто одного скажу, когда мы снимали Эпилексия, 30 лет опыта. Ну, вышли люди. Вот парнишка, умнейшие, вообще отличнейшие люди. И болеют, вы представляете. Вот, допустим, у нас вышли на меня Арсланов Ренат. С Буго-Руслана аж. С Оренбургской области. Ого. Далеко. Удивительный парень, отличный. Вы понимаете, достояние нашей республики. И вот так болезнь. Я к чему вспоминаю это все? Вспоминаю для того, чтобы подчеркнуть, во-первых, всех людей, мы должны их подчеркивать, все, мы же сообщества, мы должны подчеркивать всех наших самых добропорядочных, самых умных и хороших. С целью, что где бы им получать это, влечение, Геннадий Петрович, где получать этим людям влечение. Понимаете, не хочется выглядеть, как говорится, вы знаете, самым-самым таким, но иногда меня это сильно, скажем так. И вот я хочу вам рассказать, я почему попросил нашей встречи, я уже седьмой год как пошел в эту медицину, так скажем, чтобы ваш почитатель, которым я не знаю, мы с Геннадьем Петровичем, у нас было несколько видеосъемок. Я в медицине, я биоэнергетикой занимаюсь чуть-чуть. Биоэнергетика обязательно нужна в любом целительском деле. Вот, допустим, вы мощнейший биоэнергетик, это сто процентов, можете не сомневаться, потому что динамика ваших глаз, поставленная, тихая речь, она заставляет, что это биоэнергетика? Это эффект плацебо называется, вы заставляете человека поверить в то, что важная вещь. Да, это не то, что важная вещь, этой вещью пользуются умелые люди, это не всем недо новым, понимаете? Вы не можете просто прийти и сказать, будь здоров, и он все, выздоровел. Нет, все по-другому. Сегодняшнюю беседу я хотел бы ознакомить в первую очередь вас и почему, объясню. Вы переболели же вирусными заболеваниями. Ну что-то было у меня. Что-то у вас было. Все, я так прослабляла меня. Была температура небольшая. Да. Все-таки паника в народе, правда? Есть. Есть много направлений, куда не хинься, интернет пестрит. Есть, есть, есть. Можно туда пойти, можно сюда, можно этим, этим. Не будем перечислять ни названий, ни направлений, ничего. Хочу, как всегда, ознакомить лично вас, Геннадий Петрович. Моей методикой я, как всегда, на своей волне. Схема такая. Ждал-ждал я этого коронавируса и не дождался. Когда его дождаться, фиг его знает. Где его заболеть, я не знаю. Спасаться масками и прочее, это я даже обсуждать не хочу. Эту тематику. Про маски это не мой уровень, скажем так. Позвонила мне знакомая, Геннадий Петрович, мой рассказ. И для вас, уважаемые почитатели, Геннадия Малахова. Позвонила знакомая, говорит, очень себя плохо чувствую. Была в больнице, поставили диагноз коронавирус. Ну, вроде мест нету. А мест нету, знаете, почему? Потому что все полезли туда. Раньше дома лежали, тихо, мирно. Я, в 12-м году так сильно болел, но это вообще, что дуба не дал, по-русски говоря. Ну, ничего, дома же. И вылечился, как говорится. Даже без антибиотиков, даже без моей методики. Заболела я коронавирусом, лежу дома. Что вы можете посоветовать, Тигран Петрович, по вашей методике? И вдруг меня осенило. Слушай, Тигран, это твой шанс узнать, что такое коронавирус. Это было три месяца назад, чтобы не вызывать даже тени беспокойства у вас. Я говорю, сейчас тебе приеду, Татьяна, и хочу заразиться коронавирусом. Она смеется, говорит, думать, я шучу. Но она не знает, что Тигран Петрович воперкован и очень горячий и настойчивый человек. Сажусь и выезжаю к ней по адресу. Не буду ее озвучивать, кто очень будет, чтобы конфиденциально было ее, да. Приезжаю, она сильно удивляется, что... Ну, зачем, ну, вы же заболеете, то есть... Я говорю, я наоборот хочу заболеть. Захожу в гости, пьем кофе, я облизываю ее ложку. Ну, чтобы сто процентов. Чтобы еще сто процентов, я говорю, ну, давай уже, ладно. В губы тебе смачно послую. Ну, чтобы, как говорится, заразиться, так заразиться. Заразился сто процентов. Первый день я сразу начинаю прием. У меня есть свое лекарство. Давайте я к лекарству второй части вернусь, рассказа. Э, из его состава. Заразился я где-то в обед у нее был. И уже к вечеру я почувствовал, что да, вверх начинает свою работу. В чем это выражается, это банально. Ну, какая-то начинается слабость, там, т-т-т-т. Я весь этот день принимаю это лекарство. И даже перед тем, как поехать к ней, я принял это лекарство. Принимается оно, извините, посуда, может, не очень, какая-то красивая. Принимается оно так, в нос, назально. Чтобы в горло прошло. И вот так, в рот, скажем так. Сколько капель? 7-8 раз в день это было. 8-10, я не считал. Делал, делал, делал. Итак, уважаемый Геннадий Петрович, на второй день продолжаем ту же схему. Где-то после обеда, извините, пожалуйста. Прием этого лекарства. Да. Прием вот этого лекарства. Я вам озвучу, что это такое. Где-то на второй день после обеда, извините за подробности, но это мы о медицине, сейчас разговариваю, я выплюнул какой-то большой сгусток серобора гнойной гадости. Из легких отошло? Выплюнул. Да, отсюда. Не, не с легких, вот отсюда. Вот это отошло из района... Колонию, да, колонию я выплюнул, понимаете? И продолжал всю неделю профилактически. К вечеру мне уже все отпустило, болезнь моя закончилась. Коронавирус закончился на полтора дня. Ну, сутки. Через сутки, короче, коронавирус закончился. Объясняю теперь вашему читателю. На простом языке могу объяснить, естественно, я такие военные тайницы не выдам. Это кремниевая вода, настой. Вытяжка в ней, в этой кремниевой воде, можжевельника натурального, ели, сосны и туи. Четыре дерева натуральных веточки, сделанные настой на кремниевой воде. А теперь смысловая всего, что я делал. Все банально просто. Кремний дает защитную пленку тканям носоглотки. Вирус, который я схватил от Татьяны, он осел не на ткани носоглотки, а на пленку, кремниевую пленку. И он развивался там, колония его, этого вируса, развивалась на этой пленке. Она не проникла глубоко в ткани. Если она, как у Себа, проникает, она и в кровеносную систему нагнет, и там, и сям. И во всем организмом. Да. Она не проникла. Четыре этих дерева обладают мощнейшими бактерицидными характеристиками. Натуральными, безопасными. На простом языке, они замочили эту колонию, которую я просто банально выплюнул. Вот и вся схема этого лечения, скажем так. То есть, этот человек, если у него никаких, как бы сказать, где-то живет вдалеке и не знает, чем помочь себе, может воспользоваться вот этими четырьмя растениями, вот этой вот схемой. Ну, по крайней мере, если у них, понимаете, тут смысловое растение, только бактерицидное. Тут нужна та пленка, потому что вирус имеет очень такие свойства, характеристики, проникающие ее возможности, очень великие. Я в чем придумал-то? Нужно сделать защиту. Как ты защиту сделаешь? Пленку сделал, чтобы на нее сел вирус. На нее эта колония мгновенно разбивается. Там вообще разбивается она, ну, извините меня, элементарная вещь. Понимаете? И тут же в этой защите есть, скажем, бактерицидные. Два в одну. Защитили ткани, сел вирус, размножился. Эти их замочили, убили, скажем так. Вот и все. Организм, естественно, имеет свойство самоочищения. Выплюнули. Что умеет делать вот это лекарство? Реклама? Не реклама, но я должен рассказать. На пятнадцатой минуте прекращается кашель. Если, допустим, это какая-то туберкулезная система, кашляет долго, ну, может через сутки. Очень быстро. Очень легко лечится простатитой, циститой. Элементарно. Вот этим составом. То есть все заболевания, которые еще вот эту дренойную природу имеют. Даже мы победили лейкоплакию. Это что такое? Лейкоплакия. Это в мочевом пузыре у женщины плесень. Грибок. Страшенная вещь. Мучаются. Мучаются очень сильно. Что предлагает медицина, я не буду рассказывать. Я вообще в ту сторону, я даже не смотреть не хочу. Даже разговаривать на них не хочу. И вот приходит, допустим, та же женщина и с теми путями, как говорится, приходит же, как вам, ко мне. Мы же люди, правда, общаемся. Вот через вас вышли на Рината, например. Общаемся вообще. Прекрасненько. Сейчас как Ринат? Он принимал это от Валенка? Он принимает, да, у него уже есть маленькие отзывы, скажем так. Но эпилептика Геннадия Петрович. Все эти нервы болезни, скажем так, они имеют две подоплеки. Не просто физиологию, еще функциональность. Не только физиологическая, допустим, у тех же эпилептиков, или рассеянный склероз, или там прочее-прочее. Они имеют еще подоплеку, извините, биоэнергетическую. А в ней вообще тяжело разобраться. Биоэнергетика – это связь с космосом Всевышним, с Богом. Да я не знаю, с кем вы, понимаете? Не просто, вот допустим, желудок, или вы меня, простите, вот спину, я помню ваш рассказ, вы лечили два года. Правда? Ну, Саша, больше. Еще больше. Больше. Вашу спину можно вылечить за несколько дней. Понимаете? За неделю, допустим. А симптоматику снять, а вообще можно к утру снять. Если узнать действительно, ну где находится сигнал, идет откуда. Потому что не всегда сигнал отражает точку боли, скажем так. Сейчас вернемся к лейкоплакеи. Поразительные вещи, все-таки натуральная медицина. Ваша стезя теми хороша. Вот почему я уважаю вас. Вот вы упорно, вы понимаете, вот вас там, уж простите меня, и так, и так ругают. Ну ругают же, не все же, скажем так, по головке гладят, что молодец, Геннадий Петрович там пародии делает. Я сам их смотрю. Да. Понимаете? Ругают. Я думаю, вы посмотрите, даже комбинация тех натуральных растений, что я перечислил, что сотворило, а? Даже банально, если брать и полоскать горло, ну, делать вытяжку. Или настой, как хотят, если люди пьющие, могут настой на сверху сделать. А это делается с настой, с листьев, с веточек или с камней? С веточек. Берете веточку, допустим, размера, ну, я не знаю, если вы... Так, понимаю, веточку, вот если там, они же зелененькие веточки, то есть их с хвой этой, да? Да. Вот, допустим, можжевельник, вот вы сейчас уже не видели, отрезал веточку туда. Это растения не являются такими, чтобы их нельзя найти. Их, они есть везде. Сосна есть. Туя, везде, вот по Каменску нашему, растет, ну, я не знаю, но везде растет. Понимаете? Ели, это сколько угодно. Сила четырех этих деревьев, это сила. Именно бактерицидных, скажем так. И противовирусных. Противовирусных. Те же спринцевания для женщин, допустим. Сколько проблематики, эрозии. Извините меня. Там масса всякого-всякого. Так, плюс натуральности, дорогой мой, натуральности, понимаете? Ничего не выжигаем, ничего этими... Ну да, а то сейчас жжем и травим. Таблетками. А потом лечимся от последствий. Попробуйте. Попробуйте, попробуйте, на вкус, давайте. У меня дети пьют. Ну да, хвои. Хвои интересная. Так, если кто-то... Нос, спалит в носу. Если кто-то захочет заказать вот это вот лекарство... Это, кстати, я вам приготовил. Ага. Благодарю. Обращаться к тебе. Да. Вы посмотрите, что получается. С вашей передачи, вы где-то в одной из своих передачей, которую просматривал, у вас там спор зашел. В нос капает... Эти... Ну что, пробивает там. И на стол. Ладно, нельзя что-то это говорить. Ну да. Максу всех этих самых... Еще поспорили. Да ничего, немножечко можно. А вы знаете, дорогие мои, что вот здесь находится обонятельный... Начало обонятельного нерва. Его корешки, рецептура. И вы своими називинами рецепторы, извините, рецепторы обонятельного нерва убиваете. Так, так. Я просто принимал, я могу это более подробно сказать на своем опыте. Там происходит вот интересная какая-то работа типа подсушивания и действительно какого-то поджигания, что они вот уничтожают эти рецепторы, потом проходят обоняния. И все. Удивляются обоняния, потом удивляются, откуда идут андергические реакции. Да, милые мои, вы рецептуру все погубили. А вы знаете, Геннадий Петрович, научные такие данные, что убивая рецепторы обонятельного нерва, идет прямая связь с таким болезням, как многочасть онкологии, азвеймера, эпилепсии, рассеянного склероза. Потому что не идут четкие команды. Вы когда вдыхаете, если погублены рецепторы, не идут четкие команды. Это как машина. Если, извините, у меня мозг разрушается, машина, да? Машина начинает буксовать. Не ехать. Неправильно выполнять. И вы знаете, я дополню вот Тиграна тем, что у меня была теща, царство и небесное, прекрасная женщина. И вот у нее что-то случилось там, со зрением. Ей порекомендовали очки, причем очки были подобраны неправильно. И вот было расстройство какое-то, знаете, небольшое расстройство, связанное со зрением. там, ну, чуть лучше видеть или еще. Дали эти очки, она их одела и говорит, у меня от силуэта начала кружиться голова, начались совсем иные расстройства, на которые сказали, ну, ерунда, не это, привыкнешь, Лида, привыкнешь. И вот она привыкла так, что она развалила весь свой организм. То есть, вот была женщина нормальная, все, достаточно для своего возраста здорового, а превратилась все в развалину. Вот как действуют вот эти вот вещи, такие простые. вещи, в аптеке стоят 50-100 рублей. Это ерунда, вы не переживайте. Связанное с нюхом, связанное со зрением, связанное со слухом и вестибулярным аппаратом. Вот так вот будет. Печально это все. печали очень много, мы сейчас снимаем про печаль. хорошие новости действительно заключается в том, что есть интересные вещи в жизни и как-то постепенно с вами, Геннадий Петрович, пришли к тому, что спасайся, как можешь сам. Да, спасайся сам, тело утопающее, тело утопающее. Спасай, будешь спасаться, спасайся, не можешь, знаете, тебе не повезло, вот и все. Тем более, что сейчас вот как раз это наши, так сказать, руководящие медицинские работники сделали стандартизацию, то есть стандартизация лечения была проведена во всем мире, ну допустим лет 10, если не больше назад начали лечить только по протоколу. Если у тебя есть какие-то там симптомы, значит дальше уже ничего не надо. На эти симптомы назначается вот следующее лечение, значит симптомы изменились, согласно протоколу ты листаешь лист, значит вот такое вот лечение. И не обследовать, ну как не обследовать, не не спрашивать человека об образе жизни, а что у тебя было еще, как, вот это есть и есть, и врач сразу что-то там сделал, выписал, или же отрежем, да и как говорится, а дальше там посмотрим, что будет. То есть вот настали вот такие вот какие-то, знаете, дикие, барбарские времена, которые, это, наукообразно, мол, объясняются вот так. На самом деле все это очень далеко от науки, а больше связано с торговлей. С торговлей для того, чтобы вот кто-то там процветал, но не для того, чтобы человек выздоровел, вот знаете, что такое целительство? Человек заболел, исцеляется, и он такой же, как был до болезни, а не лечение, которое подразумевает, что тебя что-то там поддерживают, 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 и все больше и больше лекарств дают, то есть ты не здоров, ты на каком-то поддержанном уровне. Схема там банально простая, значит, антибиотики и стимуляторы, то есть подстегивают организм, он бедный организм и так, наизной, извините его, ну, в вашем понятии это иммунитет, еще раз подстегнули, как лошадь, которую уже не можешь вести, а его еще раз хлопнули. Это с толстым кишечником так вот происходит, вот это если у человека запорт, и вместо того, чтобы разобраться, а какой образ жизни, питание, эмоциональное состояние, движение, как он там вовремя ложится, встает, и вот эти вот все эти даются, даются, пока это еще силы есть в клетках, толстого кишечника как-то реагирует, а потом все, он уже никак не может реагировать. В большинстве случаев, вы знаете, я пришел, что, ой, не буду говорить, в большинстве случаев, потому что не хочу. Вот такие дела, дорогой мой, Геннадий Петрович, жизни все-таки получилось, и все намного проще. Вот как у меня с сыном случилось, я помню, он рассказал, 7 лет как ушел, я сейчас чем дальше иду, я не дай бог, что туда пошел. Да, там травматология нужна, да, родить надо, да, зуб надо как-то этих, полечить, скажем так. Но вот такое понимание, как вот, знаете, давайте в нос покапаем, или давайте с кишечником там что-нибудь отрежем, так спокойно. Я помню вашу передачу, вот вы молодец все-таки, как ключики говорите, вот как это не смотри. Уже эту самую, что-нибудь вырезать, даже инвалидность уже не дают. Уже, знаете, все, это человек инвалид, а теперь запросто. Как, знаете, вот этот человек не удивляет это самое, что, а с другой стороны, а куда этим людям идти-то? Взяли, повезали. А никто не спросил, что вот с чего начиналось, правильно вы говорите, когда вы ходили к терапевту, почему этот терапевт не задавал образ жизни, а с чем вы занимаетесь, а давайте вот так, а давайте санаторно, Северный Союз, с чем лучше было? Санаторно-курортное бесплатное лечение. Ванны, грязи, воздух, понимаете? Было. Было. Почему тогда люди более здоровые были? Да потому что, блин, меньше руки мыли, я помню, мы с яблони взяли, яблоки порвали в каком-то саду, взяли и съели. Кто понес их там, помыл там, где-то там, в ручьях или еще что-нибудь, вы понимаете? И самое плохо, ничего не рассказывается, вот, как бы сказать, вот мы тебе удалили, допустим, тот же желтый пузырь, или еще что-то удалим, а как ты дальше жить будешь? Какие новые осложнения придут? Как это все скажется? Вот, вот, я уже знаю, у меня нет гланд, я знаю, какие осложнения идут после гланд, у меня нет аппендицита, я знаю, какие осложнения идут после того, как удален аппендицит. И это все на практике прошло, из-за того, что, знаете, вот, поучили. И в результате, в результате, я понял, что если дальше все вот так вот пойдет, то просто она просто по кусочкам порежет, а потом вот так руками разведут, и все. Что надо, в конце концов, свой ум есть, надо за него браться. Что самое интересное, допустим, вот знакомые попадались, лечил человека, а у него жена, у него вырезано все, понимаете? И желудок, и это, и она, этот человек, говорит, все-таки я как верю, медицину 21 века. Вот как вы будете ей, с ней, что-то говорить? Ну, верить и верить, пускай, а уже ее вынесу. А, уже ее вынесу. Сколько лет? Женщиня, во сколько она там, там молодая, там что, под 60 лет. Под 60 лет. Сначала по-женски вырезали, потом этот, желудок, извините меня, который лечится за месяц, и ее взяли, порезали, и денег забрали, у бедолаг несчастных, они и так голодные были, у них взяли еще 50 тысяч, последние вырвали, порезали, и сказали, вы знаете, без желудка, элементарно, человек живет, это доктор объясняет. Скажите, Геннадий Петрович, это что-то фашист может так объяснять, как без желудка, спокойно, человек может запросто жить? Ну, у них все запросто получается. Поэтому, если вы хотите жить здорово и богато, берите за свой собственный ум, в противном случае, вам и богатство, в кавычках, и здоровье принесут в таком виде, что навряд ли вы их проголотите. поднимаем Росстат за вчерашний день, за 2010 год 510 тысяч в России людей умерло. Вы представляете, насколько она заниженная цифра, 100% в моем понимании, это даже не политика, ну, пускай даже 510 тысяч, вы понимаете, что такое 510 тысяч за один год россиян? Действительно, хочется крикнуть, спасайся, кто как может. Еще разок. Тигран, если кто-то пожелает приобрести вот это вот лекарство, значит, свои данные оставляешь... Телефон, вы, Геннадий Петрович, помните, вы указывали везде. Телефон, да? Хорошо. Я указываю телефон, в случае чего, значит, можете позвонить Тиграну и заказать вот это вот лекарство. А также побеседовать с ним консультацию или еще что-то. Да, информации много, все не выдашь, как-то вот получается беседы немножко эмоциональные, мы как-то скачем от медицины к этому лекарству. Но как-то хочется донести, понимаете? И одновременно вспоминаешь эту медицину. И вроде бы нельзя ругаться тоже, и лишне говорить нельзя. А вообще молчать тоже нельзя. Вообще молчать тоже нельзя. Если кто-то когда-то лет 30 назад по моему сыну вот такой дядька попался бы, как я, и реально мы взялись бы, понимаете? Как сейчас я с внуком занимаюсь, не нарадуюсь, даже сглазить не боюсь, не нарадуюсь, развивается, улучшится, понимаете? Напомню еще, что с сыном было, потом, что с внуком с сыном апеллепсия, которая усиленно лечила медицина. Сколько лет? Да лет 30 они лечили усиленно. Вы понимаете, до того, долечили, петалагарин в два раза чуть не помер. Необратимый процессор накидали кучу своими всякой дрянью этой, чего стесняться. И тоже немножечко это самое пошло дальше. наши дела называется наследственные оказалось еще немножко. А это внук от кого? Внук это от моей дочери. От дочери, да? Да, и он, мальчишка, пошел именно тут. Посмотрите, эпилепсия 30 лет опыта. Малахов. Я там все подробно рассказывал, чтобы не повторяться. У внука случилось, но теперь уже умудренные опытом не стали вот это делать, а совсем иное. Мальчишка, и все нормально. Сейчас вы звонили, спи. Со школы пришли, человек поспал. Вот это я ему ежедневненько оздоровительный цикл. Понимаете? А в классе три человека ходят, все остальные болеют, в том числе мою внуку ходят. Почему? Потому что ему плевать на это, понимаете? Его хоть заражай, хоть не заражай. Ему все равно, абсолютно. Понимаете, я обращаюсь к вам, мои уважаемые посетители канала. Вот я слушаю Тиграна, и вот все мы, все мы, в случае чего, обращаемся к врачам. Вот, первоначально. Но пройдя вот такой вот опыт печальный, по неволе мы начинаем, если действительно у нас капля разума есть, начинаем как-то рассуждать, а как же нам дальше жить с этим? И мы по неволе становимся врачи сами себе. То есть не из-за того, что мы, знаете, стали целителями, из-за того, что нам как-то там интересно, вот это все с самого начала. Нет, нас вынудила жизнь, нас вынудили обстоятельства, которые мы должны были решить. И видим, что там не решается, что вот так вот. Это пропасть, пропасть никуда. Хочешь упасть, ну падай. А если не хочешь упасть, значит давай образуйся, давай делай, давай экспериментируй, давай, давай, давай. И вот, я не хочу сказать, что гляжу, что там повезет. Да если человек упорно делает, вот как бы, стучитесь, и вам отворится. И вот она отворилась этим. Вот итог, можно сказать, нашего. Вы лучше всего сказали. Вот я себя, Геннадий Петрович, не считаю никаким супер, ни целителем, ни чем. Вот вы правильно сказали, я стучал, я думал, я хотел. Я в конце концов, вы знаете, что постоянно думаю? Слава Богу, что я их закрыл, эту медицину для себя, я закрыл, гвоздями забил. Вы понимаете, чтобы они вообще не думать. Я объясняю почему. Когда ты думаешь, и там, и там, и там, ты теряешься. Я закрыл эту дверь, я убил, что все, погибает сын. Понимаете, умирает человек, мне нахрен не нужно. На глазах, медленно. Понимаете? А ты ничего не можешь сделать. А мы еще, давайте поедем туда, в Москву потянулись, туда деньги, дохренеться перед деньгами. Ну да. Потянули туда, 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 всем раздали, раздали. Все, хлам спустили. Всех накормили. Всех накормили, бездельников, понимаете, бездельники. И вот тут, я дополню, Тиграна, он говорит, с медициной закончился. Я бы так сказал. Есть знание, знание о работе организма. Вот эти знания, когда мы узнаем и начинаем их применять, оказывается, вот мы их применяем, ну вот, как считаем нужной и получаем результаты. Почему-то люди, которые должны их применять с целью лечения нас, они как-то совершенно по-другому все это используют. Совершенно, и так используют, что получается, что... На удивление. Лечения нету, ну и есть какая-то такая, знаете, какая-то иллюзия лечения, что тебя лечат, 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 и ты вот-вот-вот... Иллюзия, милый мой, человек убей иллюзия, а я должен иллюзианистом сидеть, да, и ждать. Жду ваших соболезнований. Да нахрен мне ваши соболезнования? Ну, поэтому... Вы меня правильно поправили, Геннадий Петрович. С самого знания, с самого знания, знания, нужные знания, они в свободном душе. Пожалуйста, изучайте, да, 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 и применяйте их себе вот так, как вы считаете нужным. И применяя, вы чувствуете, что идет эффект положительный. Вы умница, все правильно. Положительный, а не так, как я опять-таки с насморком ходил. Вот я сначала с иландами там ходил. Вот там с иландами, пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, я это... Благодарю, благодарю. Вот, ходил сначала с ангинами, ну и еще ангинами, ангинами, ангинами. А кто мне сказал, слушай, да ты ж молоко пьешь там литрами ежедневно, нельзя же так? А это ж слизообразующий продукт, от которого будут ангинами, это как положено. Вот, одно дело стаканчик выпил, а другое дело, ты выпил там 3 литра, там, это ежедневно, так повторяется. Зачем? Вот, ну я тогда качался, занимался, вот-вот-вот-вот-вот, короче, вырезают. Вот вырезают. Думаешь, ну все, и справился. Где-то месяца 3, ну где-то полмода примерно, я радовался. Ты смотри, ничего нету. А потом как раз это мне вырезали, по-моему, летом, осень там где-то там начал настоять. Как пошел насморк, как пошел гайморит и так далее. Вот это все, ну в смысле насморк сначала. И чем я опять прихожу? Вот этим пшикой, вот этим пшикой. Я попшикал, о, хорошо подсушило. Оно опять потекло, я опять, о, это самое, подсушил этим лекарством все равно пшикал. А потом обоняния нету, несу горшок, то как раз родился сын. Я не шу за ним там горшок выносить, никакого запаха, лечо. То есть, ну что это такое? Что это, что это такое вот? И вот в некоторых случаях я все-таки хочу сказать, что виноваты мы сами. Почему мы сами не стали изучать свой организм, все вот это понимать, как он работает, как он устроен. Что пока нас вот это в задницу петух не клюнул, и мы тогда вот за голову взялись. Да не все так, вы знаете, просто каждый же надеется, что я инженер, а тот доктор мучился жестнее. Тут приходила мадам терапевт к моей матери, мать настояла, она была живая. Она выписала лекарство, 10 наименований. Я ей говорю, человек, столько химических соединений, разве может он принять? Да, он может, бобхнуть себе это можно. Куда это все денется, межклеточное пространство, куда это все денется? Она мне говорит, вы что, доктор, вы что, учились? Я в след подумал, слушай, в общем, ничего хорошего в след не подумал. Просто ради матери, мать старая, психологически готова, ну да, белый халат. Ей, ей кофигу, она не ела эти лекарства, она, естественно, ей не давала. Она выписала психологический трюк, плацебо, о чем мы вам и говорили. Понимаете, мне стало чуть легче, что приходил доктор. Но вы сами подумайте, 10 наименований выливаются, понимаете? Да, и как-то вот действительно оттуда положить, в организм, как это будет выводиться, что это дальше будет, как-то даже не задумываются. Какой там выводится, они же входят в взаимодействие, извините. О, печальная история. Да, хотелось бы, когда это самое просто о лекарстве рассказать, а мы с вами тут столько это скажем. Хорошо, что еще расскажешь? А что рассказать? Все намного проще, все-таки оказалось в нашем царстве организме, скажем так. Геннадий, дорогой Петрович, надо ходить, надо, извините меня, любить, надо более-менее кушать. Понимаете? Меньше всяких химических соединений принимать, суперопасность. Вот такие дела. Потому что сейчас каждый не может на меня выйти. И кто мне, никто не разрешит, извините меня, оздоровлять нацию примерно. Да я такой цели не ставлю. Я просто хотел с вами поделиться. Потому что вы человек умный, мне с кем-то хочется поделиться. Что есть такая? Да. Я сам себе поделился, ну по своим людям раздал, они пользуются, молодцы все. Я хочу, я вас вижу человека, с кем я хочу поделиться, понимаете, именно с радостями, достижениями, радостями. Эти достижения, они не из пальцев высосанные. Это все-таки, ну, как вы правильно меня поправили, очень я вам благодарен за это. Что надо, естественно, медицину, когда не слушаться, я имел в виду, надо учиться, естественно. То есть знания о растениях, о том, что в них содержится, о том, как вот это они там взаимодействуют и так далее. То есть это вообще, вот это вот, если я вам большого труда, они просто... Ну, вот как с моей матерью, 10 наименований. Если эта старушечка столько села, что бы с ней сам, еще быстрее бы, извините меня, туды. А зачем нам это нужно? Вот поэтому. Есть комбинация, ну, посмотрите, ну, подумайте, пожалуйста, сами. Ну, реклама, да бог с ним, пускай будет реклама. Тоже ей каплаки. Бедные стреляются, вешаются, жизни нет, в туалет не может ходить. А о половой жизни вообще нет разговора, понимаете, а? А половая жизнь – это семья. Разваливается. Разваливается семья, понимаете, потому что у нее такие... Крах, жизнь, да, ну, все это. Все, это все где-то жить. Что прилагают? Мочевой пузырь и туда, в канал мочевой, и выжигают плесень. Мать ваша, дорогая, вы можете плесень погубить выжиганиями? Она опять разрастется. Это не страшно. Ну, потом мы его вам вырежем. Понимаете, я говорю, слушайте, это сначала выжим, потом вырежем, потом сделаем плесень и так далее. Мало того, чтобы обрали по бербушке, слушай, а потом, в конце концов, еще и погубили. Ну, хорошо, женщина попала, понимаете, и не постеснялась меня, и не побоялась, что лекарь деревенский. А деревенский, не деревенский, вы меня извините. Я еще разок повторю случай, который я услышал, когда вел передачу в Киеве с Доровеньки Булы. Пришли двое. Больной, бывший больной, и, значит, целитель, который его исцелит. И вот разговор пошел в следующий. Этот больной, у него там рак в гора. Вот сначала обратился к целителю, и тот говорит, да, я тебе говорю, ты исцелю, я сделаю это. Этот больной подумал, ну, вот, как вы на нас смотрите, два чудика, которые сидят какие-то. И человек, и такое, да, это. Пойду-ка я к врачу. К врачу пришел, и он, молодец, он просил, как, что там, вот, гарантируйте. Врач говорит, 100%. Да, 100% еще больше. Значит, мы эту тюрьму вырежем, вставим эту самую, там, лапса на вот там, какую-то там трубку, или что-то там такое. И все. Значит, вырезали, значит, вот это сделали. Голос от этого изменился. Вот. Ну, все. Месяца где-то 3-6 месяца, вроде бы нормально. А потом тот же рак опять. И что, он пришел, говорит, ну, вы же обещали, вы же говорили. А тот же тоже, ну, знаете, тут, он не может действительно, как бы, гарантирует, он же не Господь Бог. Но, тем не менее, надо было бы сказать, ну, каких-то там, грубо говоря, там, пускай там, 10% может быть осложнений. Ну, так, от фонаря просто сказать, хотя бы успокоит. А он сказал, вот, 100%. Короче, он опять к этому целителю, целитель там, своими, значит, совествами его исцелил. Говорит, ну что, вылечил, говорит, вылечил. А вот эта трубка теперь и осталась. Вместо того, чтобы нормально, говорит, а так бы все нормально было. Видите, как вот, как она бывает в жизни. Есть, конечно, и хорошие примеры, мы не будем говорить. И там есть хорошие примеры. Все есть. Хорошие примеры я вам объяснение дам. Не всегда эта диагностика поставлена правильно и удачно. Просто банально вырезали, а там, извините, никаких образований. Может быть, только начало новообразования, скажем так, можно было бы обойтись. Ракор, вылечистое элементарно, Геннадий Петрович. Пускай, скажем, хоть два чудика, хоть на сто три чудика. Мне кажется, вы знаете, я уже не ставлю целью свидетельства, знаете, вот, знаете, свидетельство, всех вылечит. Я вам расскажу, как, чтобы вы тоже знали. Вырезают тогда это горло. В нем есть несколько направлений, не всегда онкологического характера. Неправильно поставленная диагностика под общий котел. Это же денежка. Давайте вырежем. Давайте, Геннадий Петрович, деньги не сей. Да мне плевать на твое горло, на твое... А потом, я после этого 10-15 лет жил. Да ты бы 10-15 лет, 30 лет жил бы, даже вот банально вот с этими капельками моими, свое горло победил бы. Вы понимаете? И жил бы вообще, не резая, ничего не делая, скажем так. Что такое, тоже рогорло? На стенках, извините, это те же образования. Перерастающие, допустим, если это действительно онкология. Тут вы уже хоть вырезаете, хоть не вырезаете, друзья мои. Если оно настоящее, да? Да, если настоящее. И очень много видов и подвидов. Это такая гулящая теория, дорогой мой. Это поле бизнеса, понимаете? Бизнес в поле. Это центры. И скажите, что не так. Люди гаснут от онкологии за неделю, дорогие мои. Месяц нет. Если это действительно тоже пенициллиум, о чем мы и говорили. От которого, извините меня, спасения нету ни радиации, ни вырезаниями, ни зарезаниями. Ну, ничем, короче. Зачем вы отнимаете у людей? Нету диагностики. Мое мнение. Нету. Все общую котелку. Даже, может, чего-то знает, не говорит. Как с бабки. 50 тысяч отняли. Ну, нахрена бы отняли. Если знали, что она с мной помрет. Взяли, вырезали. Ну, так это то. Они куда-то туда ушли, а то к нам. Да. Вот бабка до конца говорит. Да, 21 век, медицина. Ну, вот такие дела, друзья мои. Не будем по кругу ходить. Сегодня рад встрече с вами. Давненько мы с вами не встречались. Выглядите вы бодрячком. Раз за вас. Пускай у вас все будет хорошо. Потому что такие люди, как вы, это, скажем так, все больше и больше становится таким единичным. Действительно, целебным продуктом. Вы одним своим словом, одним своим действием. Да, вы в этом даже не сомневайтесь. Иран Петрович в разуме. Приносите действительно определенные категории людей. Радость общения с вами. Полезные советы. Вы меня извините. Что-то, чего-то человек даже может схватил. Полезный совет. Уже выжил дальше. Ну. Спасибо большое. Спасибо. Вам большое тоже, что вы есть у нас. Дорогой мой Геннадий Петрович. Всегда традиционно пожму вашу руку. Спасибо. Вы мне расскажите о двух словах, пожалуйста. Мне так интересно и под камерой. Вы так хорошо выглядите, правда. Я думаю, не сглажу, да? Все-таки вот это занимаетесь вы. Я занимаюсь гравитационной гимнастикой, которая дает энергетику. И вот это вот обилие вот этой энергетики, она начинает там делать свою работу. Я уже занимаюсь, смотрите, не 9 месяцев, а уже 10 месяцев. 10 месяцев я занимаюсь этим делом. Вот он, я как-то там пишу, что Геннадий Петрович, чтобы не сломался. Там один комментатор писал, чтобы... Ну-ка я здесь разбираюсь сильно. Ну, что-то холодные у меня, ничего, потерпите. И вот я там начался определенных весу, а теперь вот, ну... Ну, вышли-то некрепкие у вас, как этот самый. Молодцы. Ну, богатыр, не богатыр, но это... 300 килограмм вот на плечах там по два раза, а этот самый где-то... Сколько у меня... Мы сильно поменялись, понимаете? Я сразу звоню. Вот, тяга там и так далее. То есть укрепляется энергетический скелет. У нас же есть вот энергетический скелет. И с помощью вот этой вот гравитационной гимнастики, вот эта вот энергетическая структура меняется. Лучше работаются, это самое... Кости, костный мозг. Это сразу же все отражается вот на этом. И потихонечку, вот я что чувствую, вот, где у меня какие-то хронические болезни были, они обостряются, проходят, обостряются, проходят. Очень интересная вещь. Поменялись очень сильно, Геннадий Петрович. У вас поменялась осанка. Вы совершенно по-другому... Я стал тянулся как-то. Да, вы совершенно по-другому вышли. Вы совершенно... Я же вас помню. Я очень примечаю... Я все примечаю. Во мне есть такое, скажем так. А это уже невольное качество, когда человек занимается проблемами оздоровления, он уже как-то невольно оценивает, понимаете, вот, окружающих. Я рад за вас, потому что вы на верном пути. Я еще тогда на комментарии написал, что человек все же занимался, и пускай занимается. Вам, наоборот, я не рекомендовал бы бросать это дело. Вот это я бы вам не рекомендовал, потому что вот тут бы сразу и старость подкралась. Мигом, две секунды. Это верно. Ну что, Геннадий Петрович, дорогой мой, спасибо за беседу. Побеседовали мы сегодня, рад, что вы мне уделили время. Всех благ вам. Держитесь, крепитесь, и вас там сильно иногда поливает. Но вы темпи сильны, как мужчина, как человек, как целостность. Вы не сдаетесь, и я это вижу, я чувствую, понимаете. А что мне сдаваться, когда я убедился в том, что никто мне не поможет, денег мне никто не принесет, здоровье мне никто не насыпет. Только сам все это делаешь. Вот спросил я Тиграну, вот за его препаратик буду пользоваться. Значит, еще разок, вот я завтра, как его буду применять? Раза три? Она многофункциональная. В каком направлении вы хотите принимать? Я больше в нос. Назальный, значит, в нос, по капле. По капле. А тут же вы не жалейте, я вам это самое еще, говорится. Отлично. И голодом. Головник как-то не болит, а вот с носом иногда бывает. Он понравится, понимаете, рецептория, рецептором языка. Его подсядет очень приятно, потому что... Нет, я попробовал, это хвойная такая вещь, она... Силу даст. Хорошо. Понимаете, мобильность, хорошая это самое, вы как раз и оцените. Хорошо. Желаю всем, будьте здоровы и счастливы. До свидания. А я пожелаю, чтобы вы все-таки были умны и стремились к знаниям, потому что знание это как раз вот и сила, и здоровье, и благополучие. Доброго вам здоровья. Абсолютно верно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...